Дорогие зрители, рады приветствовать всех, кто присоединился к нам в прямом эфире. Сегодня состоится уже традиционная онлайн-консультация ведущих специалистов в больнице израильской онкологии Лисот. И у нас в гостях... Добрый день, уважаемые зрители. Одну секунду. Рады приветствовать... И у нас в гостях сегодня врачи мирового уровня, израильские клинические онкологи Авраам Кутен и Цви Бернштейн. И первый вопрос мы получили предварительно от Ирины. Здравствуйте. Почему считается, что облучение лучше проходить на линейных ускорителях? В нашей больнице установлены обычные аппараты, а не ускорители. Можно ли облучаться на них? Вопрос к профессору Аврааму Кутену. Радиационная линейная акцелерация Итак, как и линейный ускоритель, так и машины, которые работают на основании Кобальта-6, излучают одну и ту же радиацию. Сама разница находится в технологии произведения радиации. Если это касается машины Кобальт-6, то так производится радиация от радиоактивного средства, а в случае линейного ускорителя это электронное средство. В основном, эффект радиоактивного радиации от радиоактивного средства является одинаковым. В случае линейного ускорителя, так и в случае машины, которая работает на основании Кобальта-6, они одинаково влияют на линейный ускоритель. So, what is the difference between the two technologies? Accelerators have capabilities that most of the Кобальта-6 machines do not have. Какая же разница в этих технологиях? Линейный ускоритель, у них есть возможности, которые отсутствуют в большинстве аппаратов на основании Кобальта-6. The radiation usually is more precise. Облучение производится более точно, более целенаправленно. The border of the field of radiation is sharper. Some accelerators operate with high energies, which allow them to penetrate deeply into the body. The dose rate can be very high. In other words, the radiation can be levered much more quickly compared to regular COBALT-6 machines. So, while treatment, the chance that the patient will move is very little, so you can be very, very precise with the volume of radiation. And such preciseness allows you to spare normal tissues from the harm effects of the radiation. Таким образом, шанс того, что пациент будет двигаться во время облучения довольно маленький, что позволяет довольно четко определить саму область радиации, и таким образом сохранить здоровые ткани. Also, in introduction of some technologies into the accelerator, such as the multi-leaf collimation, all kinds of imaging during treatment allows you to be very, very specific and to give a very high dose to the tumor and almost zero dose or very minimal dose to the surrounding normal tissues. It also allows you to monitor the treatment volume during treatment and make sure that the dose is delivered accurately. Также позволяет ослеживать сам объем радиации и быть уверенным в том, что доза подобрана хорошо, четко. With technologies such as IMRT, VMAT, RapidArc, these are names for very precise technologies, and IGRT technology that tracks the treatment volume, and the person performing the treatment can monitor exactly what's occurring during treatment. Также использование разных довольно точных технологий, таких как AMT, RapidArc, IGRT, которые позволяют отслеживать объем во время проведения самой терапии, и отслеживать сами изменения, что конкретно происходит во время терапии. Most COBALT units do not have all these technologies, which means that you can use the COBALT-60 for more simple treatments. Большинство установок, которые основаны на работе с COBALT-60, у них отсутствуют эти все возможности, то есть они подходят до более простого лечения. Но если вы хотите воспринимать тумор в регионах, где вы должны быть очень, очень аккуратно, чтобы спирить нормальные органы, such as мозг, глаза, hearing, аппаратус, salivary glands, etc., etc., you need to use modern technologies with the accelerator to be able to deliver good doses and avoid late complications. This is very difficult to do with a COBALT-60 machine, or sometimes even impossible. Если же в случае происходит лечение опухоли, которая находится в области головы или шеи, то нужно очень четко отделить самую раковую опухоль от глаз, от слюных желез, от здоровых органов для того, чтобы предоставить наиболее оптимальную, правильную дозу от здоровых тканей. Спасибо. Следующий вопрос от Инны к доктору Цвибернштейну. При первой операции в октябре 2017 года удаление гетеростопически-подслизистого сумбукозного узла матки по результатам гистологии леомиосаркома матки. В ноябре после пангистероктомии результат гистологии леомиосаркома матки. После пересмотра в мае этого года стекол и блоков диагноз леомиосаркома не подтвердился. Вопрос Инны. Может в сумбукозном узле леомиосаркома быть, а в матке нет? И отличаются ли прогнозы возникновения рецидива в дальнейшем? Спасибо. Спасибо. Несколько пояснений по медицинским терминам. Подслизистый узел матки, иначе это и есть субмукозный узел. Стенка матки состоит из слизистой, мышечной и наружной оболочки. В мышечном слое различают гладкомышечную и поперечную мышечную мускулатуру. Так вот, опухоли, возникающие из гладкомышечной мускулатуры, называются леомиомами, если это доброкачественный процесс, или леомиосаркомами, если это злокачественный процесс. Как правило, если речь идет о доброкачественном процессе, то так называемая резекция без удаления всего органа адекватна для лечения этого заболевания. Если речь идет о злокачественной опухоли, леомиосаркоме, то делается радикальная операция по удалению всего органа. Пересмотр, значит, ревизия гистопрепаратов, которые были проведены, дала другой результат. Естественно, что и прогнозы, и порядок наблюдения в этом случае значительно разнятся. Будь то леомиосаркома или леомиома, доброкачественного обхода. Подслизистые узлы матки могут быть разной природы. Они могут быть доброкачественными фибромиоматозами матки, или леомиомами, или леомиосаркомами. На ваш вопрос, может ли быть в субмукозном узле леомиосаркома в матке нет, немножко некорректен. Так как подслизистый слой мышечный это и есть стенка матки, надо сделать хорошую ревизию всех препаратов в референдной лаборатории нашей в Германии, во Франкфурте, чтобы мы могли четко ответить на ваш вопрос, имелась ли злокачественная опухоль или не имелась. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутану. У вас в клинике хорошая техника для облучения? Или техника не имеет значения, а стоит просто найти грамотного врача-радиолога? Ну, это очень интересная вопрос, потому что ответа, да, в Лисод. Мы имеем леомиосарк, с очень аккуратными возможностями для леомиосарк, для того чтобы леомиосарк, для того чтобы леомиосарк. И для другой части вопроса, абсолютно. It's not enough to have accelerator. You need to have the team operating the service. The team consists, of course, of the physician, the radiation therapy doctor, who is keen of oncology. He needs to know oncology, to know when to use the treatment, at what time, how much, et cetera, et cetera, and how to design it. He needs to know the anatomy, to delineate the volumes that need to be treated. But he has to be accompanied by physicists who do the quality assurance of the machines. This is very essential to have high quality of delivery and preciseness. And if you don't have the infrastructure with physics, you really cannot operate a radiotherapy unit, modern radiotherapy unit. You need to have experienced technologists that know how to deliver and work according to the regulations and according to the criteria of quality assurance. You need to have nurses who are knowledgeable about the complications, side effects and the treatment by radiation and supportive care, et cetera, et cetera. The question is really interesting, because the answer on the first part, yes, indeed, we have installed linear accelerators. The second part of the question is, of course, not only equipment, but also the team should be a team, which consists of the next participants. The first part, the doctor, the doctor, the doctor, who is concerned with oncology, who knows, when to use what technologies, who is concerned with anatomy, to understand the volume of radiation, which is necessary to be carried out. The second part is the physician, who is concerned with oncology, who is concerned with sensorylere, who is concerned with oncology, which obscen kaduji, is written by quieren quantum balloon, who mesure withäch могли merkw点, several of the oncology and fluorescence, و 이상, with the thoughts of oncology, who are concerned with oncology and the rightné지도, despite what Pulint Penel, techniques to obtain oncologemics of massage therapy, in particular Gruades they are willing to discover Но если вы не имеете вибрацию, то лучше не использовать радиация. Потому что радиация может быть curативной. Однако, если это сделано не правильно, то это может быть опасным. И я всегда compare это с сценарием, где я могу дать кому-то модерн, более модерн, Боинг 777, все, но мы не имеем пилот. Поэтому лучше не использовать. Это же самое. Это высокая технология. И нужно иметь очень хорошую команду экспертов, чтобы оперировать сервис. То есть сможет им управлять. Спасибо. Следующий вопрос от Леоніда к доктору Беренштейну. У меня диагностировано рак простат. Четверта стадия з метастазами в кистки. Лікування стандартне. Бікулатамид, золадекс та золондронова кислота. Спостерігається динаміка зроздания простатичного специфічного антигена. Також останнім часом у мене відбувалася гостра затримка сечовипуску і мені було встановлено катетер фолея. Через два тижні катетер забрали і в день сечовипуск знову відновився. Але вже на вечер знову затримка і плюс болеві відчуття. Через те катетер поставили в друга. Ставиться питання про встановлення катетера через розріз у животі. Чи існують інші способи відновлення сечовипуску на фоні данного діагнозу? Дякую. Спасибо за вопрос. Ну, этот вопрос я бы разделил на две части. Значит, первое, что на фоне проводимого вам лечения есть продолжение роста ПСА, да? То есть простатического специфічного антигена. Как долго вы получаете это лечение, здесь не указано, к сожалению, но повышение ПСА говорит о том, что болезнь не реагирует на проводимое лечение и надо с вашими врачами взвесить все обстоятельства и решить вопрос о замене этой терапии или замене, добавлении к гормонотерапии, может быть, химиотерапии для того, чтобы вот этот острый процесс перевести в хронический, остановить прогрессию заболевания. Теперь в отношении нарушения мочи и спускания. Значит, есть несколько приемов, которые могут улучшить этот процесс. Во-первых, существует так называемая трансуретральная паллиативная резекция простаты, когда через уретру удаляется часть простаты и часть опухоли, которая сдавливает мочевыводящие пути. Это первый способ. Второй, возможно, паллиативная лучевая терапия на простату для того, чтобы уменьшить массу опухоли и улучшить мочеиспускание. И, конечно, если это острый процесс, острая задержка, категоризируется мочевой пузырь, а если невозможно провести категоризацию, то накладывается так называемая эпицистостома, то, что вам и рекомендую. То есть вставляется катетер через маленький разрез передней брюшной стенки, что дает отток мочи. Спасибо. Следующий вопрос мы получили от Валерии к профессору Аврааму Кутену. Расскажите, пожалуйста, как проходит сеанс лучевой терапии и как рассчитывается доза облучения? Валерия Кутену. Валерия Кутену. Как я уже говорил, как я уже говорил, что тракт по радио-терапии является мульти-степ процесс. Начинаем с решения, и давайте посмотрим, что происходит после того, как решения будет сделана. То есть, что пациент будет приглашать для тракт по плану, что означает, опять, что несколько шагов. Первое. Первое. В первую очередь, есть сессионная сессия на СИТ-Симулатуре. Это СИТ-Симулатуре, что мы называем в русском, КАТЕ, где вы поставите пациенту в точно так же позицию, где он будет лежать во время тракт, и вы скринете частью тела, которую вы хотите irradiать, через СИТ-Симулатуре. И затем вы отправите пациенту или поймете домой. И затем, behind the screen, с тем, консистенцией, доктор, досиметрист, физикист, работают на план. Они идентифят, на СИТ-Сисусе, анатомия, volume, органы, которые должны быть защитены от радиации, в том, как спинал, глаза, саливари, глянцы, если это тумор, если это тумор, если это тумор, то вы пытаетесь спирать сердце, спину, нормальный тумор, и вы деленируете тумор, который вы должны делать на instructions. Итак, спасибо за вопрос. Действительно этот этап состоит из нескольких шагов. В первую очередь предназначается встреча с пациентом и принимается решение по поводу планирования лечения, которое также в свою очередь состоит из нескольких шагов. При встрече с пациентом производится КТ-осмотр, пациент находится в том же положении, в котором предварительно будет происходить облучение. Производится КТ-сканирование, несколько срезов, И после этого пациент отправляется домой, а команда, которая состоит из радиотерапевта и других представителей, работают над этими КТ-снимками, над анатомией анатомических срезов, над объемами радиации, которые должны подвести, и четкое отграничивание здоровых тканей, например, которые нужно сохранить, такие как спинной мозг, глаза. Если, например, это рак легких, то нужно сохранить здоровую легочную ткань, сердце, опять же спинной мозг. И после этого принимается определенное решение по поводу дальнейшего лечения. И, конечно, нужно быть очень стабильным, и не двигаться даже один миллиметр во время лечения. Для этого мы производим специальные маски, сделанные из термопластиковых материалов, которые будут обеспечены для каждого пациента, специально и лично. И во время планирования, пациент будет под этой маской, и, конечно же, на действенном лечении, эта маска будет использована, чтобы избежать даже небольшой движения. Что же касается отдельных случаев, когда есть опухоль головы или шеи, нам нужно быть довольно точными. Когда мы говорим точными, мы говорим о разнице в плюс-минус один миллиметр. Это означает, что во время сеанса радиотерапии пациент не должен абсолютно двигаться ни на миллиметр. Мы это достигаем с помощью использования специальных масок, которые сделаны, подобраны индивидуально и сделаны из термопластического материала. Благодаря им, которые используются как во время КТ-снимков, так и во время лечения, мы достигаем неподвижность пациента во время сеанса. Когда планирование выполнено, проверяем, и дозы были calculаны, это в связи с вопросом. Дозы были calculаны по специальным программам на компьютере, и по действенному лечению, и, как мы используем множество направлений в многих направлениях, которые, по каждому лечению, они были calculаны по компьютеру, и есть процесса качественного процесса, действенного процесса, ежегодного процесса, etc., чтобы осуществить, чтобы планирование, и, конечно, лечения, лечения, выполнить, что происходит по компьютеру. Потому что вы можете показать людям очень хорошие техники на компьютере, и очень цветные фотографии от fields, и физики, etc. Однако, это не достаточно. Вы должны получить качественную осуществление, и это сделано по физикой, чтобы осуществить, что, что происходит на пациенте на действенную базу, это точно, что было построено в плане лечения. Итак, после того, как был создан план лечения, когда дозы облучения были рассчитаны, касательно ответа на вопрос по поводу, как рассчитывается доза облучения, они рассчитываются индивидуально для каждого облученного поля с помощью компьютерной технологии, с помощью компьютера. После того, как будет рассчитана доза на каждое поле, должна быть оценка качества, которая производится физиком, для того, чтобы достичь и быть уверен в том, что производится именно тот объем лечения, именно та доза, которая была рассчитана согласно плану. Потому что на мониторе можно демонстрировать одни результаты, одни техники, но отдельно должен быть физик, который обеспечивает именно тот объем облучения, который был запланирован изначально. Потом происходит процесс лечения. И так ежедневное лечение производится радиотерапия. Пациент помещается на специальной ложе в точно таком же положении, как и при первой встрече с врачом, как это было запланировано в день, когда создавался план лечения. И так во время планирования помещается такая маленькая точка, согласно которой даже ее можно не видеть. Но сама технология знает, где она находится. Используя специальные лазерные лучи, пациент корректируется таким образом, чтобы находиться конкретно в том положении, как это было спроектировано и запланировано. Now, with today's modern accelerators, once everything has been designed, the plan that has been designed in the computer room, in the planning area, is inserted into the heart, I would say, of the accelerator, and the treatment is automatic. Actually, the technology pushes a button and the machine goes from position to position and for each position delivers the radiation dose. And the task of the technologist is to make sure that there are no mistakes, that it performs exactly what has been designed. Number two, they can monitor by special techniques to look at the field of treatment during treatment to make sure that there are no movements and that the treatment has been delivered very precisely as it was planned, with preciseness of up to one to three plus-minus millimeters, and in special situations plus-minus one millimeter of accuracy. Actually, I always compare it to the autonomous cars with GPS. The machine, actually, by the plan, follows the GPS exactly to the locations automatically, and the purpose of the technologies is to make sure that it is being done correctly and stop the treatment while there is some deviation of what has been planned. Now, during treatment, as I said, there are no side effects, however, as the dose of treatment, the daily dose accumulates on a daily practice, every day you are being treated, usually five days a week, depends on the site of treatment in the body, some side effects may occur. For instance, if you treat the head and neck region, and it includes a part of the mouth cavity or the esophagus, you may have some soreness on swallowing or other local side effects. In other sites, as the dose accumulates, there might be some redness of the skin in the abdomen, there might be some diarrhea, so this is specific for each site of treatment, and as I said before, as the dose accumulates, these side effects may occur, but after treatment, they usually or always disappear gradually. So, if it happens in other parts of the body, it may occur, may occur, and 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 may occur. So, these effects are highly specialized for every part of the body that is in the daily process of the treatment, Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. В вашем случае я не могу однозначно ответить на вопрос, потому что я не видел резидуальную остаточную массу опухоли. Я не знаю, какой техникой, на какой машине собираются вас облучать, поэтому сказать точно, что вам делать, я не могу. Я хотел бы посмотреть все это сам. Опциями может быть вторая линия химиотерапии для того, чтобы еще более уменьшить эту опухоль. Или наблюдение. Но мы знаем, что эта опухоль может прогрессировать и давать отдаленные метастазы. Лучевая терапия обеспечит контроль за этой опухоли. И, конечно, очень желательно облучить вот эту остаточную массу. Еще раз возвращусь, что я бы хотел посмотреть эту компьютерную томографию. И тогда уже можно было решать, можно ли вас облучать или нет. Приходите к нам. Спасибо. 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 И следующий вопрос доктору Свибернштейну. Добрый день. Скажите, были ли в вашей практике случаи вылечить людей из саркома мягких тканей? И не один, конечно. И не один десяток. Основной метод лечения саркома мягких тканей это хирургический. В зависимости от степени злокачественности, так называемых грейд этой опухоли, и размеров этой опухоли, и локализации используются дополнительные методы лечения, лучевая терапия, или предоперационная, или послеоперационная, профилактическая и химиотерапия. Даже в случаях одиночных, отдаленных метастазов, мягкотканные опухоли, злокачественные саркомы мягких тканей лечатся очень агрессивно. Резицируется первичная опухоль, резицируются метастазы, даже отдаленные метастазы в печени, в легких. И дается химиотерапия, и подход к таким больным куративный, то есть направленный на излечение. Вот так бы я мог ответить на этот вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. К нам прямой эфир пришел от Ярослава к профессору Кутыну. У липні 2017-го року мені поставлено діагноз високодиференційована нейроэндокринна пухлина брежейки тонкої кишки Грей-1. Ки 67,1% з множинным розповсюдженням в упечинку. Після шести курсів терапії препаратом Сутент Сунітініп в дозі 50 мл за результатами КТ, позитивна динаміка у вигляді кількісних і якісних змін. Після сьомого курсу розвинувся гіпотереоз. На даний час я перебуваю в Італії, в Національному інституті раку імені Паскаля, і мені рекомендують пройти повне обстеження, включаючи повторне проведення биопсії печінки. Як альтернативу Сутенту рекомендують гормональну терапію ланреоктідом. Що ви можете порадити з приводу цього? Дякую за перегляд. 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 Вawображение Postholoff gan markets. Дякую за перегляд. which means the disease will become chronic and stay the same for a long time so there is a nice option and usually with not that many side effects, it's an option more than that we are now in the field that one can tag the somatostatin with a radioactive material and this is done in some special centers that are specializing in this technique the somatostatin tagged with a radioactive material such as luthithium-177 or other radioactive materials being injected into the bloodstream and this somatostatin binds to the tumor sites, in the primary site in the liver and produce the local radiotherapy which is kind of brachytherapy you bring the radiation to the site of the tumor and and kills tumor cells so this is another technology either the somatostatin that was suggested to you or radioactive I would call it somatostatin done in some centers in Europe, in the United States in Israel that can control the disease for a long time sometimes one of the possible variants, which I would have been given to you in Italy it's the treatment of the which is the use of the which is the use of the somatostatin, which is the use of the inductor, which is the use of the remission or the stabilization of the disease that is, that is, that is, the use of the chronic and you can be a long time, you can be in such a state, not требует никакого лечения. Другой вариант, то что делают в некоторых специализированных центрах, это соединение самостатина с радиоактивной меткой. Происходит соединение в кровяное русло и локальный подвод самостатина с этой радиоактивной меткой к самому очагу поражения, например, в печени. И происходит такой подвид как бы брахиотерапии, локальное подведение дозы конкретно к этим клеткам. Такую технологию используют в центрах в Европе, в Соединенных Штатах. Дис-соматостатин или радиоактивный соматостатин. Таким образом, в целом, есть лекарства для вашей болезни, которые сделают это как хроническая болезнь, и можно прожить с хорошей качеством жизни за довольно долгое время, даже если это не оперативно, которые позволят вам, если вы в районе Непрессии, в порядке, у вас есть весело и в порядке, у вас есть лекарства для вашей болезни. с высоким уровнем жизни. И если все так, как предполагается, тогда вы действительно сможете наслаждаться вашим временем в Непрессии. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос от Александра к доктору Цвибернштейну. Здравствуйте. Мои девушки назначили лучевую терапию, 25 сеансов после операции по поводу рака молочной железы. Скажите, как переносится лучевая терапия? Сможет ли она самостоятельно ездить из дома в больницу и обратно? Лучевая терапия переносится очень индивидуально. У большинства больных вообще общих симптомов не наблюдается, они чувствуют себя хорошо. Есть многие женщины, которые получают лучевую и тут же бегут на работу, поэтому я думаю, что, конечно же, она сможет самостоятельно ездить из дома в больницу и обратно, но все-таки имеются как местные, преимущественно, побочные явления лучевой терапии, так и общие. Из общих, в основном это, что отмечают достаточно большое количество пациентов, это общая слабость. Нарушение сна, отсутствие интереса к работе. Могут быть эмоциональные нарушения, поэтому самое главное, надо быть к вашей девушке внимательным и ласковым. Сами ежедневные походы в отделение, где она получает лучевую терапию, повлияют на ее общее состояние. Местные реакции, как правило, начинаются со второй-третьей недели лечения. Они похожи на солнечные ожоги, выглядят и степень их проявления бывает очень разная. От легкого покраснения и зуда до ожогов настоящих с сухого ожога или возникает даже мокнутие. Но тем не менее, я думаю, что большинство наших пациентов самостоятельно приезжают на лечение и никаких проблем у вашей девушки не будет. Спасибо. Спасибо. И следующий вопрос мы получили в онлайн-чате от Сергея. В чем отличие при назначении очень похожих препаратов литрозол и экземистан? Ну, это действительно два препарата из одной группы. Это препараты, которые применяются при гормональном лечении рака молочной железы, не только при некоторых гинекологических заболеваниях. Разница в том, что один из них стероидный препарат, другой не стероидный. По профилю эффективности они примерно одинаковы. Единственное, что фемара или литрозол, он приводит к более серьезному нарушению в костной системе. То есть он вымывает кальций из костей, поэтому вероятность у степени и остеопороза несколько выше, чем у экземистана или аромазина. Есть работы, которые показали сочетание литрозола с таргетными препаратами, экземистана с таргетными препаратами. В каждом конкретном случае, с учетом возраста больного, с учетом риска, ваши врачи выбирают дать эти препараты, какие из этих препаратов показаны. Надо заметить, что эти препараты противопоказаны у пременопаузальных женщин. Только в случае, если функция яичников подавляется или так называемая химическая кастрация проводится, тогда можно применять эти препараты и у молодых пременопаузальных женщин. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену от Нины. Для лечения рака шейки матки мне назначили брахитерапию. И я очень боюсь этой процедуры. Не будет ли мне больно? А может легче порасти дистанционную лучевую терапию? Well, you did not provide very accurate details about the disease, such as type of histology, the stage, the grade, etc. But in principle, cancer of the cervix is curable by the combination of external beam radiotherapy and brachytherapy. And may I say that still now, brachytherapy is essential part of the treatment and cannot be replaced by external beam. You need to receive both the external beam and the brachytherapy. Вы не предоставили довольно много информации, такого как тип гистологии, биологический тип рака, но если говорить в общем-то, рак шейки матки лечится двумя методами. Это дистанционная и брахиотерапия, соединение этих двух методов. В любом случае, брахиотерапия – это необходимый вариант лечения. Вы должны получать комплексную терапию в данном случае, как дистанционную, так и брахиотерапию. And with a lot of experience that has been gained over many, many years in treating thousands of patients, cure rates are very high, depends on the stage of the disease and the expertise of the person performing the brachytherapy. It is very important to receive both the external beam radioterapy and the brachytherapy, specifically the brachytherapy by people who are experienced to do the procedure, because the results are very depending on the experience of the person that performed the treatment. Please note that the treatment by eczema beam and brachytherapy, is the curative treatment, and it's not an addition to surgery or to other treatment. This is the treatment, and you do not allow yourself to fail with this treatment, because on one hand you can cure, but if you don't do it properly, the results can be catastrophic, both in lack of chance of cure, and in sometimes with difficult complications, long term. However, if it's done professionally, with the right doses, the right planning, the right technique, it's curative with minimal side effects or complications. Now, let me tell you that brachytherapy has been around for more than one time. One hundred years. It was performed in the beginning of the previous century, but of course, the sources were different. The treatment planning, the way they did it, has gone through tremendous developments. And as per your question, is it painful, is it complicated, is it difficult to receive brachytherapy? The answer is very simple. It depends where you do the treatment. The brachytherapy, for instance, done in Israel, done in Lisod, is with modern techniques, which means we use high dose rate iridium sources. It's an outpatient service. It's not painful. It's not painful. Therefore, let me not go into the fine details of the technique, but it means that you come after the external beam therapy, you come for a few sessions where they insert a special device into the uterine canal and the vaults of the vagina. This is completely not painful or slightly discomfort and can be controlled with some very easy, slight anesthesia. And those who are a little afraid or not terrorize well, one can give some kind of seduction for each session. But basically, it's an outpatient. You do the treatment and you go home. And the sources that we use are very high dose rate sources. It means we give the treatment within a few minutes. This is unlike the past. In the past, we had to insert these instruments into the GYN system. Under complete anesthesia, the patient had to stay for two days with all the sources inside her body, isolated. It was very uncomfortable, sometimes painful, but this is history. Today, it's very modern, very precise, outpatient. And if it's done properly, it's curative with minimal long-term complications. I tried to explain. что брахиотерапия как метод лечения использовалась на протяжении последних 100 лет, её делали даже в начале прошлого столетия. Но поменялись определённые вещи, были определённые улучшения, это как и источники излучения, как планы лечения, создание планов, планирование. Они были развиты и улучшены. Отвечая на ваш вопрос, больно, сложно ли это, зависит от того, где вы производите данный вид лечения. Например, у нас в Израиле, в Лиссоде, всё происходит довольно безболезненно и легко. Мы используем, например, источник иридий, и лечение происходит амбулаторно. Это не больно. Это означает, что после нескольких сеансов дистанционной терапии вы приходите на сеанс брахиотерапии, вам вставляется в полость вагина определённое специальное устройство, которое находится там на протяжении нескольких минут, поскольку мы используем очень высокие дозы, источники используют высокие дозы. Это не больно, это просто вызывает лёгкий дискомфорт, и в случае, если этот дискомфорт ощущается, могут даваться какие-либо седативные препараты, лёгкие. Это не так, как было раньше, когда пациент должен был находиться в одном и том же положении, должна была быть проведена анестезия, это было больно, дискомфортно. Но это всё история. На данный момент используя современные методы, это всё довольно чётко сделано, довольно хорошо подведены дозы. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала Екатерина в онлайн-чате. Добрый день. Отцу поставлен диагноз рак поджелудочной железы 4 стадия с метастазами в печени. Диагноз поставлен 12.07 этого года с помощью лишь КТ. Ткани на биопсию не брались. Симптомов, как таковых, не было. Папу очень мучают боли в ногах. Но это он связал с работой, так как была большая физическая нагрузка. Выписали лечение таблетками фторафур, энерлиф, корион, верошпирон, преднизолон. Стационар не предлагали, сказали прийти через 2 недели, но ведь роль играет каждый день. Есть ли смысл бороться и проводить химиотерапию? Вопрос к доктору Бернштейну. Вы, к сожалению, не указали, сколько лет вашему папе. Но судя по тому, что он работает, и вы пишете даже о физической нагрузке серьезной на работе, его общее состояние относительно удовлетворительное. Вопрос, стоит ли бороться. Естественно, стоит. То, что назначили вашему папе, это фторафур, это химиопрепарат. То есть, лечение, несмотря на то, что гистологической верификации этой опухоли не было уже начато, мы без гистологической верификации лечение не проводим. Зачастую компьютерная томография показывает какое-то объемное образование, но его генез, его происхождение определить не представляется возможным. Были несколько вопросов профессору Коттену в отношении нейроэндокринной опухоли, которая течет практически так же. Опухоль в железе, в поджелудочные метастазы в печени, но это не рак поджелудочной железы, это нейроэндокринная опухоль, и лечится она совсем по-другому. В данном случае, когда есть находки в печени, провести биопсию печени, в зависимости от состояния пациента выбрать подходящую химиотерапию, подходящий протокол. Кроме того, надо взять так называемые опухолевые маркеры, которые могут как-то направить в ваших врачей, это СЕ19-9, СЕЙ, которые могут быть патогномоничными, то есть характерными для опухоли простаты. Вот, я думаю, так надо к этому случаю подходить. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену. Знаю, что при многих диагнозах лучевая терапия помогает улучшить результаты лечения, но ее назначают не всем пациентам. Даже при одном диагнозе ее могут назначить, а могут и не назначить. Отчего же это зависит? Well, this is a very general question, and I try to give you a general answer. Basically, radiotherapy is a local regional treatment, which means it is treatment for local tumor and for the regional metastasis. Once the disease is systemic, which means metastasis all over the body, then it's a different role for the radiotherapy, sometimes no role for the radiotherapy. So, local regional treatment. Итак, радиотерапия в целом – это довольно локальный, региональный тип лечения для локальной опухоли и для региональных метастазов. Если болезнь перешла в систематическую, то есть есть метастазы, которые циркулируют по всему телу, то есть совершенно другая роль, может играть совершенно другую роль радиотерапии или же не иметь значения в целом. И так, подводя итог, локальное, региональное лечение. The second principle is the aim of the treatment. And this is actually an answer for all types of treatments of cancer. Treatment for cancer can be with a curative intent or with a palliative intent or additional, what we call, adjuvant treatment. And what do we mean by each type? Curative means that the treatment, the main treatment is radiotherapy for a local disease or a local regional disease that you can encompass with the volume of radiation and you give such high doses that can eradicate the tumor and the local extension of the tumor. Palliative intent means that the disease is advanced and some sites of the disease produce problems such as pain or if it's in the bone, a risk for fracture or pressure on the spinal cord or brain lesions, metastasis that can produce harm effects on the brain. In these situations, example of situation, despite the fact that the radiotherapy will not cure the disease, it can have a local palliative role. or in other words, it reduces the pain, it reduces the size of the tumor, it gives some local help for a period of time. Now, what I mentioned also is the adjuvant intent. What it is, it's like radiation with additional treatment. For instance, some examples. A person undergoing local removal of a tumor in the breast and instead of doing whole breast surgery, whole mastectomy, you add breast radiation as a replacement for total mastectomy. So, in this case, the radiation is adjuvant. You remove the tumor, the main tumor, and you add radiation to the breast to preserve the breast. Or, in rectal cancer, if you just remove, in most cases, if you just remove the tumor without radiation to the pelvis, in many cases, there will be recurrent tumor with a lot of problems, suffer, and which can be lethal. However, if you add pelvic radiation, you avoid or you diminish the chance of local recurrence and you improve the cure rate. Now, this long introduction, the purpose of this introduction was to make it easy to see how to answer your question. Let's give an example. Somebody has adenocarcinoma of the lung. Another person has exactly the same type of tumor. But patient number one had a very local disease, no lymph nodes, no metastasis. For his case, you just need to do surgery, remove the tumor, and in most situations, this will be the treatment. Another patient will have the same disease. However, he has already metastasis in the mediastinal lymph nodes. and his case is not suitable for surgery. He will receive radiotherapy for the same histology, but for a different stage, while the other patient who has a very early disease had just surgery, no radiation. And so, to answer this question, we'll be able to take a certain example. One, the first case, the first patient has a carcinoma of the lung, and the second also has a carcinoma of the lung. But the first patient has a metastasis in the lung, a just located a local disease. He has a big disease, has a big disease. It will fly in the lung, and in the voralee, it will never be In the case of that, there is the metastasis has a system of metastasis in the lung, in the lung, and in the lung, in the lung, we will get to the treatment and also explicar, То есть один и тот же диагноз, один и тот же гистологический вывод по диагнозу, но разный подход, разное лечение. Another example, one patient had mastectomy, and in the axilla they found only one lymph node. A patient number two, she had the same size of tumor in the breast, underwent mastectomy, however, she had five lymph nodes in the axilla. A patient number one will just have surgery, patient number two will have surgery and post-operative radiotherapy to prevent local regional recurrence, because she had five positive lymph nodes in the axilla. В случае со вторым пациентом, будет проведено хирургическое лечение и пост-хирургическое облучение, пост-хирургическая радиотерапия, для того, чтобы предотвратить повторный рецидив, поскольку у нее было найдено пять лимфоузлов в подмышечной акселярной области. And I can give you many other examples, if you would be more precise and describe to me which kind of tumor you're dealing with, I can help you and give you more precise answer per the special tumor. But you can understand from here that radiotherapy is there for different diseases, but you need some special indications when to use it and when not to use it. Я могу еще привести довольно много примеров. Если бы вы дали мне больше информации по поводу вашей конкретной опухоли, я бы смог более детально ответить и более детально это все сравнить. Как вы понимаете, радиотерапия используется в тех случаях, когда есть определенные показания к ее использованию, определенные условия к ее использованию. Спасибо. Следующий вопрос мы получили от Карины в онлайн-чате. Добрый день. Есть ли эффективное лечение, не паллиативное, которое способно реально избавить от многочисленных метастаз в печени? Ну да, конечно, есть. Все зависит от того, каково основное заболевание. Если это опухоль толстого и тонкого кишечника с множественными метастазами в печени, то даже в этом случае подход куративный или аппфронт, оперативное вмешательство на первичном очаге в кишечнике и резекция метастазов в печени, либо резекция метастазов, либо резекция доли печени. Вообще печень – это такой орган, когда очень маленькая часть здорового органа, не пораженная болезнью, может выполнять его функцию. Зачастую мы видим, что при множественных метастазах в печени, когда поражена чуть ли не вся паренхима, то есть не все вещества печени, лабораторные показатели остаются в норме. Нет повышения билирубина, нет желтухи. И если на каком-то этапе хирурги решают, что эта болезнь в печени неоперабельная, возможны некоторые приемы, вплоть до перевязки одной из, снабжающей кровью артерии, одной из долей, и вторая доля будет гипертрофировать, то есть расти, увеличиваться, и тогда можно сделать резекцию большей части пораженной печени. Все это говорит о куративном подходе, не палеотивном. Кроме того, сейчас, когда имеется возможность применения стереотактической фракционной лучевой терапии, биология воздействия этой лучевой терапии отличается от фракционной пролонгированной, то есть продолжающейся лучевой терапии, это может уничтожить метастаз в печени полностью. Еще раз вернусь и скажу, что все зависит от основного онкологического процесса. Спасибо. Спасибо. И следующий вопрос от Лилии к доктору Борнштейну. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при радикальной мастектомии, если установлен эспандер, возможно ли проходить облучение? Если да, то есть ли какие-то риски в этом случае? Да, возможно проходить облучение и с эспандером. Эспандер – это приспособление, которое устанавливается под кожу, для того, чтобы после мастектомии, для того, чтобы постепенно расширить, увеличить объем мягких тканей, чтобы в последующем провести пластическое замещение дефекта. Во время облучения или с протезом, или с эспандером возникает и вокруг эспандера, и вокруг протеза возникает так называемая рубцовая капсула, которая в последующем, в некоторых случаях, вызывает рубцовую контрактуру, и что может повлиять на качество работы пластических хирургов. Есть работа, которая показала, что количество осложнений, вводится ли эспандер до облучения или после, статистически одинаковые осложнений. Кроме того, исследовалось время замены эспандера на имплант, менее 4 месяцев, более 4 месяцев, и это также статистически недостоверная разница в отношении осложнений проведения пластической хирургии. То есть, да, можно облучать и нужно облучать, и это стандартно, но вы с вашим расчетом должны взвесить возможности так называемой рубцовой деформации этой капсулы, что может повлиять на качество результатов пластического замещения дефекта. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Если облучение после операции не назначают, то рецидив произойдет быстрее? Ну, я думаю, что это просто вопрос, и вы не говорили, что тумор, что локация, etc. Now, generally speaking, the indication to give post-operative radiotherapy depends on the site of the tumor, the type of the tumor, the pathology of the tumor, the histopathology features, and the stage of disease. And above and beyond, also the type of surgery and which margins have been achieved. Were the margins free? How wide were the margins? And was there any evidence of microscopic disease in the margins of resection? There was a famous paper published in West Europe more than 20 or 30 years ago. about rectal cancer. And the title of the paper was that the surgeon in cancer of the rectum is one of the most important prognostic factors in the chance of cure of rectal cancer. So, based on what I've said until now, one can conclude that in special or specific types of cancer, stage, histology, site, type of surgery, there isn't indication to give post-operative radiotherapy to prevent local recurrence or regional recurrence in the lymph nodes. Now, in some tumors, the radiation is given post-operatively, and in some tumors, there is an indication to give the radiotherapy pre-operatively. If we specify now our answer to post-operative radiotherapy, it is usually customary to give the treatment within a few weeks, between 3 to 6 or sometimes 7 weeks after the radiation. We need this time for the site of the surgery to recover, for the sutures to heal, so that the radiotherapy will not intervene with the process of healing. On the other side, we cannot postpone too much the radiotherapy, because we would not like to allow, if there are any microscopic cells left behind, to allow them to multiply and to produce a recurrence. And as we find, treat the S-site as early as possible, before the microscopic cells divide and multiply, we can be very effective with our dose of radiation. So, we need not so many words. Because you need to receive the treatments within 3 to 6 weeks, usually after the operation, and not postponing for too much time, because if you postpone too much time, it becomes less effective or even ineffective. And one word you mentioned, would you delay the recidive or postpone the recidive? The purpose of post-operative radiotherapy mainly is to prevent the recurrence, to prevent the recidive. If it's done properly, in the right time, we are aiming at cure. Sometimes we cannot cure, but we will postpone or delay the recurrence. But the primary indication or the primary target or the role of the radiotherapy is to prevent a recurrence. Because if you prevent a recurrence, you prolong the survival. So, if you need to prevent the recidive, please. Поскольку предотвращение рецидива улучшает уровень жизни и выживаемость продолжительности. Да, конечно. Могут быть достаточно серьезные поздние лучевые реакции. Основная проблема после облучения на таз вообще и облучения простаты, в частности, это возможность эректильных нарушений в последующем. Причем эти эректильные нарушения с возрастом и с временем после окончания лучевой терапии могут возрастать. Это первое. Второе. Так как в зоне облучения простаты находится мочевой пузырь, прямая кишка, иногда в эту зону впадает и тонкий кишечник. Со стороны всех этих органов могут быть отдаленные побочные явления и изменения. Простата сидит на прямой кишке, поэтому передняя стенка прямой кишки получает достаточно большую дозу, что может осложниться так называемым проктитом, иногда язвенным проктитом, постоянным или периодическим кровотечением во время дефекации, что может продолжаться длительное время. Мочевой пузырь в результате облучения может терять свою эластичность, поэтому люди, у которых мочевой пузырь теряет свою эластичность, вынуждены мочиться более часто. Они не могут терпеть. Конечно, все зависит от техники облучения, от точности облучения. На современных аппаратах, на линейных ускорителях, которые снабжены имидж-гайдед техникой, ведь простата двигается во время облучения. Именно поэтому для того, чтобы облучить точно, берется несколько большее поле. Так вот, на современных новых аппаратах, когда можно применять технику IMRT, то есть модулировать интенсивность лучевой терапии в поле облучения, следить за мобильностью простаты, с помощью компьютерной томографии, на RapidArc, VIMAT, смотреть за тем, что простата все время в поле, можно уменьшить дозы на органы риска в этой зоне и снизить вероятность серьезных отдаленных побочных эффектов до 3-5%. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену от Екатерина. Мне назначили лучевую терапию. У меня есть маленький ребенок. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Предлагает ли облученный человек угрозу для своих близких? Все-таки это радиация? What if there is an influence on the radiation on a small child? So this is a very common question that I get from patients that are expected to receive radiotherapy. let me tell you that there is no risk the minute you finish the treatment at the treatment room there is no more radiation you do not produce radiation you do not produce any risk to anybody not to little children not to old people absolutely zero radiation the radiation is absorbed during treatment once the machine is off no radiation, not in the room and not from you however, very common I've been asked every day by patients or relatives and I know people have this fear but be assured that you cannot, you can go back home you are not a risk to your children you can, just as you walk out of the radiotherapy room you can take a baby with your hands you do not produce any risk to this baby absolutely nothing this is a very common question which I have heard from my patients I would like to ask you and have to admit that there is no risk as soon as the procedure of the radiotherapy as soon as you get out of the room for the radiotherapy room you do not create radiation it does not create radiation it does not create radiation and not produce it out of you on the moment when you stop the operation of the machine on the time there is a reaction radiation on the opus as soon as you get out of the room you can take on the hands of the child you are not safe for young children as for young children as for young children as for young children this is a question that I ask you and I ask you every day from my parents from my parents because there is certain fear, but I want to prove that there is absolutely no risk Thank you Thank you Next question from Satyana to Dr. Cwibornstein I have a full course of the treatment of the blood cells there was a chemotherapy and surgery and surgery and surgery on KT-Legg you have a post-luchivary fibrose How dangerous is this disease and there are any methods of the treatment of this fibrose Well, post-luchivary fibrose it is not a disease it is a disease it is a wave of a bacteria of the treatment of the blood cell Why this fibrose etti when we stop the application of the blood cell when we stop the blood cell the anatomia and geometry of gjorde the kidney of the blood cell не позволяет исключить полностью маленькую часть лёгкого, и она всегда бывает в поле. Облучение проводится двумя косыми полями тангенциальными, поэтому из-за формы грудной клетки часть лёгкого, которая прилежит к грудной стенке, попадает в поле. Если план сделан правильный, и объём этой зоны не превышает определённых величин, то это проходит без симптомов. Эта ткань, получив лучевую терапию, теряет свою эластичность. Как правило, это никак не влияет ни на дыхательную функцию, и на качество последующей жизни. Но эти изменения всегда будут видны в лёгком. Если кто-то не знает, что вы получили лучевую терапию и сделали трентген, то это будет смотреться как инфильтративные воспалительные изменения в лёгких. Если всё так, и это не симптоматичные изменения, никак это лечить не надо, с этим надо жить и наблюдаться. Если объём лёгкого, который получает облучение во время лечения, большой, то может возникнуть симптоматически серьёзный, угрожающий жизни, так называемый лучевой пневмонит, который лечится стероидами, и в зависимости от степени тяжести представляет собой достаточно серьёзную проблему. Но если после окончания лучевой терапии, я ещё раз возвращаюсь, есть постлучевой фиброз, и вы асимптоматичны, то есть нет никаких симптомов, забудьте про это. Это не надо лечить. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену от Николая. Как необходимо питаться при облучении головы или пищеварительного тракта? Существует ли определённая диета? Дорога Николаевна, я думаю, что вы имеете в виду лечения в тюморах в голове и в голове или в сухом. Суббага Николаевна, я думаю, что ты не имеешь в виду лечения в голове и в голове. dependent, the total dose of radiotherapy and in these specific sites in the head and neck region we have areas that are sensitive to radiation, normal tissues that are sensitive to radiation such as the oral mucosa the pharynx which means the volume between the mouth and the esophagus and of course the esophagus can be exposed to the radiotherapy Now as the daily dose of the treatment accumulates day by day and usually around the second week of treatment and later of course the dose goes up and there is what we call mucositis in the mucos which is the superficial layer in the mouth area the pharynx and the esophagus and it can produce symptoms such as pain on swallowing what we call dysphagia difficulties in swallowing etc but despite these side effects which makes it difficult to swallow food it is essential to keep intake of food and to make sure that you don't lose weight during treatment also it is important that despite these side effects treatment should not be stopped treatment should continue because if you stop treatment then the effectiveness is being harmed and sometimes it can reduce significantly the chance of cure so what can be done if there is mucositis there are specific local treatments with special fluid medications that contain anti-fungal material to kill the germs and also local anesthetic to relieve the soreness or the local pain and these preparations can be given to you a prescription or the drug itself in the place where you get the treatment now regarding what kind of food as already said it is important to maintain weight and not to lose weight but you need to make a change in the diet and in most places where they give radiotherapy in centers of radiotherapy at least in Israel I know in Lissot there is a dietician that will help you to modify your diet specifically for this indication of treatment of cancer of the head and neck or the esophagus where like sun burn you don't put hot water the same with this mucosa you don't put warm food warm tea or hot tea or any other warm food because this will produce pain and make it worse number two avoid very sharp foods you know that contains a lot of spices number three the intake should be of cereals fluid like food you should get all the vitamins for instance instead of having pieces of meat you should grind it or get it in type of soup but not warm cold milk products like yogurt etc ice cream very good you know ice cream is very good because it's cold and it's cooling the area and it contains calories etc etc no alcohol no alcohol because alcohol can just make it to burn worse and above and beyond no cigarettes because cigarettes aggravate the complications and also reduce the chance of cure while if you smoke and get radiation so that's it's like the first it's about the food you don't have any food because it's the same if you would have your hot 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 in the same case it's the skin it will only hurt the body cause it's you should not take any of the food which содержит a lot speci the same 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 Например, вы не берете кусок мяса, а вы его перемалываете и принимаете в виде супа, но суп должен быть не теплый, не горячий, а холодный. Молочные продукты, как йогурт, мороженое, это отлично, потому что они калорийные и они прохладные чудесно. Пятое. Никакого алкоголя, потому что алкоголь будет только ухудшать состояние данного побочного эффекта и также очень важно никаких сигарет, поскольку курение только ухудшит результат, если вы получаете радиооблучение. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала Наталья к доктору Борнштейну. Здравствуйте. В 2011 году мне был поставлен диагноз лимфогранулематоз. Была проведена химиотерапия и влучение. На данный момент ремиссия более 5 лет. Очень хочу ребенка, но самостоятельно забеременеть не получается. Гинекологи советуют программу ЭКО. Не опасна ли стимуляция овуляции в моей ситуации и не могут ли гормоны вызвать рецидив заболевания? Однозначно, вам можно проводить ЭКО. Вы здоровая женщина и вам все можно. Единственное, но доказано, что вылечившиеся женщины от лимфогранулематоза, как вы пишете, или болезни Хочкина, имеют несколько повышенный риск к развитию рака молочной железы. В свою очередь, опухоль молочной железы напрямую связана с рецепторами эстрогенов, которые применяются в больших случаях при ЭКО. Перед началом вы должны сделать очень тщательное обследование молочных желез, включая МРТ молочных желез, магнитно-изорансное исследование, маммографию, ультразвуковое исследование. Исследовать мутации частых генов, которые связаны с развитием рака молочной железы. Это БИРСИ-1 и БИРСИ-2 гены. Надо очень хорошо взвесить вашу семейную историю. То есть исключить все дополнительные факторы риска развития опухоли молочной железы. И, безусловно, вы можете следовать рекомендациям гинекологов после вот этих всех исследований повторного обсуждения рисков. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос к профессору Аврааму Кутену. Многие люди уверены, что облучение – это маленький ядерный взрыв, что они потеряют волосы и будут себя чувствовать очень плохо. Есть ли основания так считать? Ну, давайте начнем с заявления, что радиотерапия не атомной бомбой, это не эксплуатация. Итак, давайте начнем с того утверждения, что радиотерапия – это не атомная бомба, это не взрыв. Но давайте разберем, что же такое радиотерапия и как она работает, потому что этот вопрос довольно важен. Некоторые люди считают, что методом радиотерапии, радиотерапия, она сжигает опухоль. Let me assure you that we don't burn nothing. It's not burning, it's not like a cigarette put on a wound. Разрешите, я вас заверю, что вы не сжигаете ничего. Это не тот эффект, когда вы пьете сигарету и просто прижигаете рану. А доказательством этого является то, что если вы измерите температуру у пациента до радиотерапии и после, она встанется на том же уровне. Итак, что же тогда в таком случае радиотерапия? Радиотерапия – это комплекс, который состоит из физического эффекта, биохимического эффекта и биологического эффекта облучения. Физический эффект, он буквально происходит через одну-две секунды доли секунд. And this is in continuation to the answer of another question, do I produce радиотерапию when I walk out of the room? Not at all, because the physical effect of the radiation ends within fractions of seconds, fractions of milliseconds. Итак, вот это является показанием, ответом на вопрос, являюсь ли я источником радиации после того, как я выхожу после облучения из комнаты? Физический эффект радиации, он происходит за доли секунды и не дальше не действует. Then comes the biochemical effect, because the radiation produces all kinds of biochemical reactions inside the tissues. Also, it produces all kinds of interruptions in what we call the normal signal transduction occurring in the cells. Также они запускают определенный каскад реакции, то, что мы называем нормальная интегральная система реакции внутри клетки. Now, these biochemical effects occur within seconds to minutes, sometimes longer, but very quickly after the exposure to radiation. Then comes the biological phase. The biological effect can start and happen within seconds, then minutes, then hours, then days, weeks, months, and many years. We can still see the effects, new effects of the radiation, sometimes 20 years after the exposure, 30 years, and even 50 years after the exposure to radiation. Biological effect, он начинает действовать через секунды, дальше идут минуты, часы, дни, месяца, годы. Иногда мы можем видеть новые биологические эффекты даже спустя 20, 40, и даже 50 лет после того, как был контакт с радиацией облучением. So, let me give you an example. You treat a patient for painful bone metastasis. Some patients, in some tumors, pain goes away during treatment already, after a few fractions. Например, давайте я наведу один из примеров. Это наличие боли, при том, как вы лечите одну из опухолей. Иногда боль от опухоли уходит сразу после нескольких сеансов лечения. А у других пациентов, в случае других опухолей, боль уходит буквально в конце лечения, иногда бывает через неделю, через 2-3 недели после окончания периода лечения. Некоторые клетки умирают тут же после того, как было призвано облучение. Некоторые клетки умирают, но они избеждают, когда радиация производится эффект, что они не могут быть мультиплены. То есть, клетка живет до того, как она умирает и не может быть мультиплены. То есть, вы увидите результаты только позже. Для радиации онкологии, что она не может быть мультиплены, это не мультипленная клетка. Потому что она будет находиться в ткани и просто умрет со временем. Но, по сути, для онкологов, если клетка не делится, она не наносит, по сути, никакого вреда. Поэтому это, по сути, мертвая клетка. Поэтому в некоторых случаях рака это определенный эффект, который производится немного позже. Например, одним из примеров является рак простаты. Может занять определенное время, неделя, месяц и даже год, чтобы достигнуть максимального эффекта по уничтожению данной опухоли. Итак, вы задаете вопрос по поводу таких побочных эффектов, как, например, потеря волос. Итак, говоря о побочных эффектах, как я уже говорил, побочные эффекты могут появляться сразу во время лечения. Или это могут быть отложенные, долгосрочные побочные эффекты, которые будут появляться через недели, месяцы и даже года. Побочные эффекты зависят от следующих параметров. Например, это доза, объем облучения, место облучения и индивидуальная переносимость, чувствительность к радиационному облучению. Например, если вы производите облучение абдоминальной области, области живота, ни один волос не упадет с вашей головы. Если же происходит облучение области головы, действительно, вы можете временно потерять волосы, но я вас уверяю, что у вас не будет абсолютно такого явления, как диарея. Если вы воспринимаете большой волосы тела, то вы можете иметь какое-то радиационное болезнение. Вы будете сильнее, 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 но это зависит от того, что если это очень маленькое объеме, то ничего. Если это большее объеме, то вы можете чувствовать сильнее. Но это в случае больших объемов облучения, это не касается локальных доз облучения. В crises подготовленного – конечно. В основном зависит от эффекта в каком-товке называемых источников передачатов. Это зависит от противоположения, как разнообразие lining и видеть массовое corre k fascinating. the bloodstream, the tissues of the testicle, they are very sensitive, the gut, mucosa, are very sensitive to radiation, and accordingly depends on the site being radiated. If it's the head, as I said, you may temporarily, or sometimes depends on the dose definitively, lose the hair, acute effect. If it's a big volume, then the blood count can drop. If the gut is included, you may have some diarrhea or vomiting, it depends again on the dose and on the volume. Now we come to the late effects, which are totally different biological mechanism. I will not go into details. And they can happen months, years, and sometimes many, many years after the end of treatment. Again, depends on the dose, the location of the treatment, site in the body, it means, and also on the dose per fraction, and the technique of treatment, and the type of machine that has been used. In addition, it depends on the individual tolerance of the individual patient. And now we learn that there is, for each person, actually, there is his specific genetic profile, which has implications to his tolerance to late effects of radiation or to the production of late radiation effects. Some patients more sensitive may have late fibrosis. For instance, a patient irradiated for breast cancer. Some patients may produce late effect as fibrosis of the breast. It becomes very firm, fibrotic. Late skin changes can be individual and can occur many years after the end of treatment. The most significant late side effect, which happens, but in a very small fraction of patients, is what we call secondary radiation-induced malignancies. What I mean by that is that in the area of the treatment, you cure the primary tumor, but many years later, a few years later, a cancer is being produced by mutations that were induced as a late effect of the radiation given for the primary tumor. We don't have it yet in the daily clinical practice, but in the research level, we are able now to identify specific mutations in the genome of each patient and also little changes in the genome called SNPs, which can, if you have a few SNPs, it can predict whether you will have late effects to this severity or less severity, but as I just said, it is not yet implemented in daily practice too early. It's on the research level. But I just want to emphasize that these severe side effects happen in a small, very small fraction of patients. And when you weigh and consider the benefit of the radiation to cure existing cancer with a very small chance of late side effect, of course, you first would like to treat the primary tumor, cure the patient, and then patients that have received radiotherapy should be for the whole life under surveillance. They should be following a follow-up, strict follow-up by experts, early detection, screening programs, etc., etc., because they are at a certain risk to develop radiation-induced cancer. And if you discover this cancer, secondary cancer, early, you just cure it by simple techniques. So I emphasize, if you have been irradiated for cancer, you need follow-up by experts for the rest of your life. This is a big issue. You need to take a break out of the patient, and it must be a screening, a first diagnosis of any illness, for the patient to have a clear diagnosis of his own life. The patient should be a clear, as you have to tell the heart of a star, the mainz and the bloodline could beấcined, but it has a very simple condition. The patient, who has been diagnosed with radiotherapy, they should be a clear correction, for the patient to have a clear surgery, если она появится, и просто вылечить её, используя довольно простые техники. Спасибо. Следующий вопрос к доктору Цвибернштейну. Маме 77 лет. Диагноз рак молочной железы справа – Т2Н1М0. Поражено 3 акселярных лимфоузла. Была проведена радикальная мастектомия по Мадену. На данный момент результатов иммуногистохимии ещё нету и даже ещё не делалось. Отправили на консультацию к радиологу. Она назначила лучевую терапию на область удалённой молочной железы и акселярную область. Маму записали на лечение уже буквально через 2 недели. При этом ещё даже не удалена дренажная трубка. А на мой вопрос, а нельзя ли дождаться результатов иммуногистохимии и получить консультацию химиотерапевта, а потом определиться с дальнейшим лечением, услышала ответ, что значит, вы отказываетесь от лучевой терапии. Вопрос к вам. Как вы считаете, нужна ли в этом случае лучевая терапия или что, по вашему мнению, предпочтительное? Химиотерапия, если её назначат, или же изначально лучевая терапия, а потом всё остальное? Я буду очень кратко, так как у нас не очень много времени. Первая часть вопроса. Нужна ли в этой ситуации лучевая терапия? Да, нужна. Руководство Американской Ассоциации Лечения Рака рекомендует проведение лучевой терапии постмастектомии при Т1-Т2 и наличии от 1 до 3 вовлечённых лимфозлов, так как это снижает риск рецидива, увеличит выживаемость без рецидива и даже влияет на общую выживаемость. То есть лучевая терапия здесь нужна. Но стандартным подходом является получение результатов иммуногистохимического исследования, решение вопроса о необходимости профилактической химии терапии или гормонотерапии, проведение этого вида лечения, если химия показана, а потом лучевая терапия. Спасибо вам за вопрос. Спасибо, уважаемые зрители. Это был последний ответ на сегодня. Всем спасибо за ваши вопросы. Напомню, что сегодня с нами в эфире были светилы мировой медицины, израильские клинические онкологи Авраам Кутен и Цви Баренштейн. Спасибо. Продолжение следует...